Уже к шестой минуте матча Игорь Горбатенко оформил дубль и порадовал ярославских болельщиков. В конце первого тайма команды обменялись голами. В итоге на перерыв футболисты ушли при счете 3-1. Я сказал, что можете потерять все, кроме своего достоинства и чести. Вы должны в втором тайме выйти и играть так, как будто нет никакого счета. Но не получилось. В начале второй 45-минутки Сергей Белоусов уверенно переиграл вратаря гостей и увеличил счет в матче. В конце встречи футболистам Ангушта удалось отыграть один мяч, но на больше их не хватило. 4-2 в пользу ярославского шинника. Порадовали болельщиков обилием забитых голов и победой своей. Надеюсь, что болельщики получили удовольствие и удовлетворены в нашей игре. Когда мы научимся не пропускать, тогда мы, может быть, станем по меркам ФНЛ классной командой. А сейчас мы просто хорошие. Осадок от этих двух пропущенных мячей. После победы над аутсайдером чемпионата ярославцы поднялись на шестую строчку футбольной национальной лиги, имея в своем активе 25 очков. Следующим соперником шинника станет нефтехимик. Игра пройдет в Нижнекамске 7 октября. Денис Муравьев, Денис Лосев, ЯНовости.